представься пожалуйста я гражданин украины родился в городе мариуполе где проживаешь дом это какой район учился день школа окончил мпл а автоконавчиком в армии служил в 2008-2009 зенитно-ракетные войска служил в днепр-дзержинске и потом мариуполь как получилось вообще что ты был призван второй раз на службу ко мне пришел военком 30 числа с милицией вручили мне повестку сказали что в течение двух часов я обошел комиссию что за комиссия медкомиссия током формально была комиссия и 31 числа уже сказали мне приехать сейчас пара часа на улице по графике много человек человек триста богатым кандирина в части где ты находился там западной украины много человек ну как как настроены кто как по-разному кто за украину кто против но я не хотели войны просто заставили журналисты какие-то были там присутствовать проезжали но конкретно я не помню кто неизвестно с какой стороны тоже неизвестно да ну после того как ты пробовал да вот в том месте где ты говоришь честно потом тебя отправляли куда-то еще Силаковска отправили там я прослужил мы около двух месяцев а ты не один туда поехал да нет сколько вас не было были были с мобильной амбросикой около 30-40 человек нас было там то есть чисто все срочники были были контрактники и мобилизированные мы там совместно жили да совместно жили совместно жили как отношения нормальные отношения контрактники что они говорили как они рассуждают по поводу обстановки обстановки ну они осуждают всю ситуацию которая происходит сейчас ну что дальше там получилось там служили в этом в этой части в село Ковское что потом потом нас перекинули на пропускной пункт на Вазовск примерно сколько вы прорвали в этом селе около двух месяцев то есть с марта были призваны где-то май да потом ты говоришь куда вас перебросили пропускной пункт на Вазовск примерно какого это числа было 6-5 июня да да так в Новоазовске когда вы приехали там кто там был расскажи из военнослужащих там были из военнослужащих из военнослужащих из военнослужащих оттуда украинские потом их забрали через день буквально 25 было через день-два приехали 40 от 40 до 50 человек поселились в этом же ангаре выставляли часовых никого не посыпали даже что за 40 50 человек наемники мы когда проходили слышим был англо-американский что такое англо-американский что или англичане или американцы приехал ГАЗ-66 и автобус приехал привезли выражали кровати там вооруженные хорошо это какого числа было это было вот сегодня у нас уже 17 17 значит где-то было это 16 16-15 числа 16-15 числа видно что подготовлены люди непростые срочники хорошо были вооружены к себе никого не подпускали питались отдельно все делали отдельно вы как-то не наблюдали за ними со стороны общения было общения не было никаких контактов просто когда проходя был слышен голос вот о том что произошло расскажи каким образом ты попал на территорию федерации вовремя части поток искали или поехали куда-то что было дальше мобильным заставом Росика переселили в сторону Васильевки где-то туда и мы как стали с Донецка сами решили что нас будут преступные команды и боялись того чтобы за свою жизнь боялись и выполнять проступные команды и решили уйти каким образом ушли пустили нас в увольнение попрощаться с подполковник подполковник фамилию не помнишь не помню фамилию не помню дал ему увольнение да до 20.00 с часу или с 12 дня с 7 часов как-то аргументировал папа с часа с родными дальше что-то выпустили в увольнение оружие дали оружие мы оставили с собой оставили что дальше вы делали дальше поехали по домам взяли вещи документы переночевали и решили пробираться на стороне России так как не хотели больше сколько человек было нас было трое трое на КПП где находились какая-то техника была военная техники кроме машин тяжело ничего не было тяжело не было снова град мы не видим может быть были там посадки просто может быть за посадками были все хорошо